Третий мегаполис с рабочим визитом посетил министр просвещения Асхата и Магометов. Сначала глава ведомства провел встречу с педагогами и преподавателями организации образования. На совещании главный учитель страны ознакомил с проделанной работой с начала года. В ходе беседы Асхата и Магометов проинформировал учителей и преподавателей об основных направлениях работы министерства и исполнения поручений главы государства. Министр рассказал о принятых новых нормативных правовых актах и изменениях в доконодательстве по вопросам образования. Министр образования рассказал о проделанной с начала года работе. Он отметил положительные результаты изменений в сфере образования и отметил, что проблеме педагогов уделяется большое внимание. По его словам, с 1 января 2023 года заработная плата учителей увеличится на 25%. Также было уделено особое внимание детским садам. До конца текущего года запланировано открытие 322 детских садов на 34 тысяч мест. По итогам первого полугодия открыто 140 детских садов на 12,9 тысяч мест. В детских садах будут воспитываться дети, уверенные в себе, устойчивые к трудностям, здоровые, открытые и креативные мыслящие. Развитие детей будет направлено на воспитание патриотизма, трудолюбия, любознательность через игру, двигательную активность и творчество. Проводится работа по повышению квалификации воспитателей детских садов и по усилению требований к детским садам. Педагоги третьего мегаполиса поделились своими проблемами и высказали различные предложения министру образования. Асхат Аймагамбетов отдельно остановился на вопросах защиты прав педагогов, в очередной раз отметил недопустимость привлечения учителей к выполнению несвойственных им функций. Аким города Мурат Айтена встретился с жителями Ембекшинского района. На эту встречу пришли жители микрорайонов Ельтай, Унгтыстык и Карабаса. Подробнее об организованном мероприятии расскажет наш корреспондент. Всего с начала года глава города провел 127 встреч с жителями третьего мегаполиса. Каждый из заданных 1020 вопросов был внесен в отдельный протокол. Их исполнение под контролем. На сегодня решены 576 вопросов, 129 будут решены в ближайшее время. А 195 включены в план на 2023-2025 годы. Необходимо добавить, что в городе большое внимание уделяется обеспечению населения инфраструктурными благами. Сегодня многие вопросы решились. Корожане в этом убедились сами. Они видят результат. По решению вопросов, внесенных в протокол, в рамках закона будет проведена всесторонняя работа. Выражаю признательность жителям, проявившим активность в решении общественных вопросов. Главной задачей этих встреч является разъяснение проводимой государственной политики и принимаемых программ по улучшению благосостояния населения. Больше всего казахстанцев волнуют социальные вопросы. Вопросы жилья, занятости, образования, здравоохранения и, конечно же, инфраструктуры. На территории Мехшинского района расположено 35 микрорайонов. Здесь проживает 313 тысяч человек. 32 тысячи граждан проживают в частных секторах. Ведутся масштабные работы по улучшению качества жизни и повышению благосостояния жителей нашего района. На встрече жители задавали городоначальнику интересующие их вопросы, на что получили исчерпывающие ответы. Подчеркнув, что благодаря таким мероприятиям укрепляется связь между госорганами и населением, а также за процветание и развитие города ответственность несут каждый житель города. Мурат Айтенов отметил, что эта работа в данном направлении будет продолжена. В течение двух месяцев с 15 сентября по 15 ноября каждый участник системы ОСМС может прикрепиться к любой удобной ему организации первичной медико-санитарной помощи. Компания «Прикрепленная» позволяет выбрать поликлинику, в которой пациент будет обслуживаться с 1 января 2023 года. У жителей третьего мегаполиса есть возможность прикрепления к медцентру «Ремеди», товарища с ограниченной ответственностью «Уркенмед» и получения гарантированной бесплатной медицинской помощи вне зависимости от места проживания. Коронавирусная инфекция вызвала осложнение в суставах у жительницы Шамкента 45-летней Марины Тасыбаевой. Обратившись за помощью к медицинскому центру «Ремеди» и товарища с ограниченной ответственностью «Уркенмед», она поняла, что делала правильный выбор. Здесь Марине оказали качественную медицинскую помощь. После чего, недолго думая, она прикрепила к данному медутверждению себя и своих пятерых детей. У меня пятеро детей. Я живу здесь, в городе Шамкенте. Раньше я обслуживалась в городской поликлинике, а сюда я приходила на массаж и на лечебную физкультуру. Потому что здесь очень хорошие врачи, мне здесь все нравилось. И теперь я решила с января месяца прикрепиться сюда, к поликлинике. Прикрепление к организации медико-санитарной помощи – это необходимые условия для получения всего спектра медицинских услуг. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования. Уже более двух тысяч граждан доверили свое здоровье в надежные руки медицинского центра «Римедиа». Для регистрации достаточно иметь при себе удостоверение личности. Наша клиника построена в 2021 году совершенно с нуля. Это новая клиника, оборудована в основном южнокорейским медицинским оборудованием, которое прошло всю стандартизацию в нашей республике Казахстан. Оборудование новое, тоже поставлено в 2021 году. Мы оказываем консультативные услуги, в настоящее время диагностические услуги. Сейчас у нас работают врачи-терапевт, гинеколог, педиатр, хирург, травматолог, кардиолог. Также доступны такие обследования, как ультразвуковое исследование всех органов и систем проводят наши врачи. Работает кабинет ФГДС, это гастроскопия, рентген-кабинет. У гинеколога дополнительно есть оборудование для видеокольпоскопии. Еще раз повторю, что оборудование у нас все южнокорейского производства и оборудование полностью клиники соответствует нормам и стандартам нашей республики Казахстан. Это 167 приказ. Сейчас идет кампания прикрепления. С 15 сентября до 15 ноября она проходит. И в это время наши граждане республики Казахстан, жители Чемкента в данном случае, могут прикрепиться в любую клинику по своему желанию. Поэтому мы приглашаем всех жителей города Чемкента, особенно тех, кто живет в непосредственной близости от нас, прикрепиться к нам. И с 1 января 2023 года вы будете получать все услуги в пакетах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в пакетах обязательного медицинского страхования у нас в клинике бесплатно. Ремеди и товарищество с ограниченной ответственностью Уркин Мед – это широкопрофильный медицинский центр, оборудованный ультрасовременными диагностическими аппаратами из Кореи и Европы. С пациентами работают свыше 30 высококвалифицированных специалистов, стаж которых в среднем составляет более 20 лет. Быстрые результаты, тщательный анализ, точная диагностика, доступные цены. Причины, по которым Уркин Мед и Ремеди выбрали более 10 тысяч довольных пациентов. Медицинский центр находится по адресу улицы Жандосова, 37-1. 19 октября – профессиональный праздник спасателей Казахстана. Каждый день они ставят свою жизнь под угрозу, достойно несут службу. Благодаря этим людям наступает новый день для тех, кто оказывается в качеческой ситуации. Всего за время службы в Шымкенте погибли три пожарных спасателя. В преддверии профессионального праздника коллеги провели открытый чемпионат в память о погибших. В нем приняли участие сотрудники всех пожарных частей города. Подробнее в сюжете. Открытый чемпионат начался минутой молчания. Так, сотрудники МЧС почтили память погибших коллег. Пожарные Бахат Алпаспаев, Шелтузбеки Синалиев, спасатель Жомар Сартимбеков, сотрудники которые погибли при исполнении служебного долга. Их имя навсегда останется в памяти близких и специалистов противопожарной службы. Сегодняшний чемпионат посвящен нашим коллегам, которые погибли при исполнении служебного долга. Они были одним из лучших, безупречно исполняли свой служебный долг. Они проявляли высокое чувство профессионального долга, самоотверженность, мужество и столькость. В соревнованиях по пожарно-спасательному спорту принимают участие сотрудники девяти пожарных частей города. Им предстоит в течение двух дней соревноваться, подняться по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебно-тренировочной башни и по трехскользящейся лестнице на третий этаж. Также проходят соревнования по боевому развертыванию. Проведение чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту направлено на укрепление дружественных связей и сотрудничество в области спорта между спортивными организациями, совершенствование профессиональной и боевой подготовки, спортивного мастерства сотрудников и работников пожарно-спасательных служб. Дальнейшее развитие и пропаганда пожарно-спасательного спорта в мировом масштабе. Профессия спасателя – одна из востребованных, сложных и ответственных. Спасатели всегда оказывают помощь попавшим в беду, в любую погоду, в любых обстоятельствах. Они с достоинством несут службу, проявляя мужество, самоотверженность и героизм. Ведь не секрет, что порой они отдают свою жизнь ради спасения жизни тысячи людей. По праву их можно назвать героями нашего времени. В прошлом году в Шумкенте около 3 тысяч человек пострадали от укуса собак и кошек. Половина пострадавших – это дети. Несмотря на то, что ежегодно выделяются огромные средства на обезвреживание обрядящих животных, их количество не уменьшается. Подробнее расскажет корреспондент. В прошлом году на обезвреживание бездомных домашних животных в мегаполисе из бюджета было выделено 130 миллионов 720 тысяч тенге. По словам ветеринаров, на средства было уничтожено 40 тысяч собак и кошек. В этом году эти же средства выделяются в Шумкентской городской ветеринарной службе. На стерилизацию собаки-кошек ежегодно выделяются финансовые средства. Но количество пострадавших от домашних животных не уменьшается. В 2020 году пострадали 2996. В прошлом году около 3000 человек были укушены бездомными животными. Из них 417 пострадали от собственных домашних питомцев. К сожалению, с увлечением числа бригад по отлову бездомных четвероногих результат остается прежним. Собака вызывает у горожан повышенный страх и беспокойство. Как нам известно, беспризорные животные представляют опасность. Могут быть переносчиками различных инфекций, в том числе и беженства, смертельно опасного для человека. Работники ветеринарной службы предупреждают жителей города не оставлять своих питомцев без присмотра. Напоминают правила содержания домашних животных, не выпускать их на прогулку. Одних надевать на собак, намордник и поводок. Городская ветеринарная служба на данный момент ведет борьбу по отлову бродящих животных, привлекая для этого бригады. На каждую собаку и кошку выделяется 3000 тенге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok